Всем привет! В данном видео я хотел поговорить о ситуации, когда женщина, либо мужчина желает встретиться в следующей жизни со своими партнерами, с мужьями, женами, либо со своими бывшими партнерами, с которыми была сильная любовь. Возможно ли это, и существуют ли какие-то, ну так скажем, ритуалы, в которых это можно осуществить и сделать. Первое, о чем хочется поговорить, исходя из своего опыта, это будет ответом на данный вопрос, возможно ли это. Ну и далее я еще в процессе моего монолога проговорю определенные вещи, ситуации в жизни, которые в целом дадут ответ на данный вопрос. Первый момент. В своей жизни, ну наверное, все женщины, к которым меня тянуло, с которыми я как-либо желал взаимодействовать, с которыми я хотел быть, как правило, это те, с кем у меня были взаимодействия по прошлым жизням. Это либо были мои прошлые жены, либо мои любовницы, либо друзья-товарищи, которые сейчас воплотились женщинами. Ну мы там поменялись полами, да. Либо это были какие-то враги. И всегда была какая-то определенная зацепка, которая по факту из всего многообразия людей в этом мире притянула меня именно к ним. Я уже по мере проработки смотрел и видел, ага, ага, здесь у нас было сексуальное взаимодействие. Здесь мы давали кому-то какие-то клятвы друг к другу. Тут давали какие-то магические, либо клятвы при бракосочетании, при создании семьи, да. Таким образом, через подобные клятвы мы притянулись друг к другу. Вот, и для того и нужно подобное взаимодействие, чтобы их убрать, от них отцепиться, отсоединиться от определенного крючка от тебя к другому человеку. Потому что душе, которая попала в мир сансар, да, для нее важно выйти из вот этого мира, мира бесконечной череды прирождений. А выйти она может, когда избавиться от максимального количества зацепок, да, зацепок, которые мешают ей выяваться. Кармический зацепок, а кармические зацепки, это всегда взаимодействие с какими-то конкретными людьми, это в том числе клятвы, договора и прочее. Вот, поэтому не зря, когда люди хотели стать просветленными, они уходили в лес куда-то, совсем не взаимодействовали с людьми. То есть, это важно, если ты хочешь выйти из колеса сансара, улететь, ты должен полностью отказаться от кармического взаимодействия с людьми, чтобы у тебя не было с ними долгов. Либо хотя бы какое-то время от них изолироваться, чтобы тебя это все не тянуло вниз. Вот это общая людская паутина, да, и когда ты находишься один, как бы твое сознание само поднимается туда вверх. Вот, это первый момент, то есть, меня всегда притягивали какие-то кармические партнеры мои по прошлым жизням. Это первый момент. Второй момент, который тоже важно понять. Подобное взаимодействие, встреча партнера в следующих жизнях, да, оно может быть осуществлено, и плюс оно может, конечно, быть осуществлено вследствие какого-то обряда, либо ритуала. Вот, по-моему, если я не ошибаюсь, у вандуистской традиции есть свадьбы, где они дают клятву быть вместе на протяжении семи будущих воплощений. То есть, они, совершается свадебный обряд, и они дают такую клятву. Вот, то есть, это одна из форм, как быть, ну, воплотиться и вновь увидеться в следующих жизнях. Раньше были такие клятвы, если сейчас в христианстве при венчании дается клятва, что мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас. Раньше давались клятвы на вечную службу, на вечную жизнь, что из воплощения за воплощение мы всегда будем вместе, я всегда буду рядом и прочее. Но, и важный момент, эти клятвы даются личностью. То есть, личность такая сидит и думает, ага, так, ну, было бы круто вот с этим человеком вновь в следующей жизни затусить, стать мужем и женой. Но вы не должны понимать, что удушит свои планы. Вот, я вам сказал о том, что я встречал партнеров, которым давал клятвы, и что вот есть способы через подобные обряды, какие-то свадебные, через клятвы, вновь встретиться со своим партнером в следующей жизни. Но теперь давайте поговорим о подобных камнях, подобных камнях, подобного взаимодействия. Вы должны понимать, что клятву вы даете личностью, а у души свои планы на разное воплощение. Во-первых, душа может воплотиться и быть такого же пола, как и ваш партнер. То есть, вы будете, к примеру, два мужчины, либо две женщины, и вас будет тянуть. Ну, вы представляете, да, если проявятся какие-то чувства у таких людей, к чему это может, ну, не привести, но дать какой-то шлеп негативных последствий и полноценно взаимодействовать не получится. Вот, это первый момент. Второй момент может быть такое, что у женщины, либо у мужчины будет полноценная семья из, и там, не знаю, 3-5 детей, и муж, либо жена появится. Вот тот человек, которому была дана клятва на вечные жизни, на вечные совместные жизни, либо там на 7 воплощений быть вместе. Эта клятва срабатывает, и человека, мужчину или женщину, начинает тянуть в ту сторону. Он просто мощно и сильно начинает тянуть. А вы представляете, да, опять же, рушится семья, куча кармических узлов, куча горя и страдания, да. И вы можете, повинуясь к клятве, да, клятва вас как бы толкает, уйти к тому человеку, которому вас тянет. Но по факту вы не получаете удовлетворения от подобного взаимодействия. А почему? Так, личности разные. Личность рождается и проходит череду разных жизненных ситуаций. Рождается в разных семьях, рождается в разное время. Я, кстати, в прошлом видео говорил, что натальная карта важна. Она рождается, личность, ну, появляется с разным набором энергий. Это тоже важно понимать. Вот, потому что в прошлой жизни, к примеру, ваш партнер, у него был сильно проявлен Марс и другие энергии Венеры. И у него очень была сильно открыта сердечная чакра, и там нижние чакры были раскрыты. И один партнер был просто без ума от любви и желал близости, да. Вот, а в этой жизни человек, у человека только там, к примеру, открыта третья и шестая чакра. То есть совсем другие энергии. И тебя вроде притянуло туда, а тебе это внутренне никак не откликается взаимодействием с ним человеком. И ты, получается, там разрушена семья. И с тем человеком, которому тебя притянула клятва, ты понимаешь, что тянет, но зачем, почему, что мне с ним делать. Нету четкого осознания, удовлетворения тоже нету. И получается вот такой раздрайв. Также может быть, что у женщины, либо у мужчины, может быть, семья, дети. И семья прекрасная. Там у жена и муж, там холят, лелеют. И все вроде закрыто, а есть какая-то тяга. Вот где-то вот он там, либо вот она есть, та настоящая. Либо вот тот он, эталон, аполлон просто, он где-то есть. И человека постоянно как бы тянет туда. И по сути, эта клятва дает внутреннее неудовлетворение отношениями. Потому что постоянно есть какой-то зов куда-то, не понять куда. Вот. И человек от этого просто страдает. Вот следствие подобных клятв, вот следствие подобных клятв, каких-то ритуалов. На то, чтобы вот мы будем все воплощения вместе. Либо я хочу вот именно его, чтобы с ним встретиться и полюбить его. Вы должны понимать, что если есть союз на уровне душ. Две души перед воплощением договорились быть мужем и женой. Вас притянет и так. А то, что вам личностью кажется сейчас хорошим, оно может обернуться для вас негативными последствиями. И эти негативные последствия вы будете переживать. И это будет устроено специально для того, чтобы вы поняли, что не нужно так делать. Это будет устроено, как правило, вашими высшими планами, либо вашей душой, чтобы понять. Дорогой, воплощаешься, не нужно давать. Пав взаимодействовали и пошли по домам. Если нужно, мы еще потом сойдемся. И это будет специально для вас уроком. Если вам хочется проходить подобные уроки взаимодействия, да без вопросов. Я как бы для себя понял, что мне не всегда хватает осознанности понять, как нужно поступить по этому клятву. Я обычно не даю. Обычно лучше двигаться, на мой взгляд, по жизни без них. На этом я закончил. Я буду рад. Если кому-то понравится это видео, ставьте лайк. Ставьте штучки, которые говорят, что вам понравилось это видео. Всего вам доброго. Подписывайтесь также на канал. Благодарю. Благодарю. Продолжение следует...